Турецкие власти стягивают танки к границах с сирийской провинцией Идлиб. Это единственный регион, который остается под контролем сирийским повстанцам. В ближайшее время здесь ожидают наступление сил Башара Асада. Накануне удары по позициям повстанцев нанесли российские самолеты. В Минобороны России говорят, что целью были склады с беспилотниками, а поселения не были затронуты. Правозащитники утверждают, что жертвами авиаударов стали не менее 13 мирных жителей. По оценкам ООН, битва за Идлиб может привести к вынужденному переселению около 700 тысяч человек. Сейчас по вопросу Идлиба идут интенсивные переговоры. Если они увенчаются успехом, это спасет сотни тысяч жизней. Если эти переговоры будут провалены, в ближайшие дни или часы мы увидим самую кровавую битву, в самой жестокой войне из всех, что видело наше поколение. Битва за Идлиб грозит и международным конфликтом. Вашингтон заявляет о возможности химической атаки со стороны сирийских правительственных войск и предупреждает о серьезных последствиях таких действий. В пятницу заседание по ситуации в Идлибе проведет Совет Безопасности ООН. «Народ Сирии прошел через слишком многое. Это трагическая ситуация. Если они хотят продолжать двигаться по пути захвата Сирии, они могут это делать, но не с применением химического оружия. Они не могут атаковать свой народ. Мы этого не допустим». В пятницу же лидеры России, Ирана и Турции обсудят ситуацию в Сирии на саммите в Тегеране. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал к, цитата, уничтожению террористов. «Мы обсудим остатки террористических группировок, которые следует разбить, в частности, фронт Аль-Нусра в провинции Идлиб. Было необходимо обсудить это с высокопоставленными сирийскими чиновниками перед саммитом для необходимой координации политического процесса и борьбы с терроризмом, а также для восстановления Сирии и возвращения беженцев». Ранее иранские военные объекты на севере Сирии подверглись авиаудару израильской авиации. Атаку подтвердило Сирийское государственное агентство САНа и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, которые базируются в Великобритании. Александр Касаткин. Настоящее время.